следующая история называется 10 минут наедине со смертью эта история произошедшая несколько лет назад может показаться фантастической и неправдоподобнее однако воспоминания самих ее участников пусть и обладающих развитым воображением о том что произошло в тот пасмурный осенний день и по прошествии значительного времени вызвал у них неподдельный страх а все начиналось обыденно два старых школьных товарища приехали поныряться к валангам возле старой плотины недавно собирались это сделать наслушавшись легенда от местных сторожилов о том что в период нашествия наполеона в пруд возле плотины якобы угодила тяжело груженная карета первым под воду решился в идти в олоне николай остался надувной лодке страховать товарища ветра не было сумеречные облака тяжело висели над землей где-то вдалеке прогрохотал гром и несколько раз сверкнула молния дело шло дождю и надо было спешить володя не стал крепить на себе сигналный конец полагая что глубина пруда небольшая и вряд ли можно ожидать каких-либо неожиданностей он взял мощный фонарь закрепил на ноге плавающий подводный нож собственной конструкции кивнов николая медленно перевалился за борт водки подводный мир встретил его полумраком прозрачность воды составляла не более полутора метров посмотрев на колеблющиеся блики в зеркале поверхности водоема и сделав несколько глубоких вдохов-выдохов из аппарата володя медленно погружался в темноту когда он перестал различать мелкие предметы включил фонарь и замер от неожиданности если бы володя промедлил хотя бы несколько секунд то мог бы столкнуться с нагромождением бревен древесина которых была совершенно черной и даже по цвету мощного осветителя геометрически неправильной формы стволов мертвых деревьев почти сливались монохроматичной цветовой гаммой донных отложений это было фантастическое зрелище ярком пучке света сьмы появлялись странные фигуры в виде сказочных чудовищ с раскинутыми лапами ветвей они походили на мифических слуг бога мертвых аида володя отрегулировав плавучесть под дувом компенсатора завис в воде стараясь насладиться этим жутким для непривычного человека зрелищем он пожалел что не взял с собой старенький никонос немного стравив воздух из компенсатора володя медленно поплыл в огромный развал бревен лежащих на дне виде шатра ему показалось что он облегал какой-то крупный предмет вокруг стало совершенно темно только работа дыхательного аппарата акваланга и журчание пузырей воздуха нарушали могильную тишину этого искусственного подводного убежища но володя не останавливался он медленно был по широкому коридору обложенного бревнами предвкушение нового открытия потеряв всякую осторожность по его расчетам этот предмет уже должен быть перед ним но его не было и пресловутый коридор сужался вдруг володя охватил животный страх он потом с трудом мог вспомнить как именно это происходило и что могло послужить тому причины следующем мгновение увидев над собой светлую дыру и в надежде что она ведет наружу из этого страшного нагромождения стволов мертвых деревьев володя рванулся к поверхности воды но не пропал и метры тяжелый удар по баллону аппарата пригвоздил его скользкому бревну и он еле успел свободной рукой прижать маску к лицу разлапистые ветки пружине и мягко ломаясь скользили по его телу володя почувствовал тупую боль в боку и ледяную струю воды пробежавшись по коже костюм поврежден и теперь каждое его движение приводил к дополнительному попаданию под костюмное пространство холодной воды следовательно очень скоро он начнет замерзать и даже значительный остаток воздуха в аппарате не спасет положение с перехлаждением шутки плохи но сейчас даже не этого была основной проблемой володя не мог двигаться на его спине лежало по меньшей мере два бревна и попытка освободиться от акваланга ни к чему не привела более того он замерзал и с трудом дышал володя закрыл глаза и расслабился главное сохранять выдержку и не паниковать хотя легко говорить об этом на курсах масса те он читал лекции по мерам безопасности подводных погружений сам же их сегодня нарушил вот закономерный результат с трудом повернув голову в затылок который упирался вентиля аппарата он посмотрел на консоль стрелка глубиномера застыл на отметке всего семи метров его ситуация это было огромная глубина и он мог остаться на ней навсегда николай несомненно следил за пузырями воздуха появляющимся на поверхности пруда ну и только единственное что могло насторожить его это их неподвижность мысли в голове ворочались медленно володя вспоминал одну из заповедей даю рассчитывай только на собственные силы лучше тебя особенность ситуации в которой это оказался не знать никто наконец всякое действие предполагает движение она отвлекает от тяжелых сумбурных мыслей которые могут посетить под водой человека не отличавшегося хладнокровием а это допустить нельзя спокойствие еще раз спокойствие мысленно горел себе владимир пытаясь повернуться немного на бок дышать становилось все труднее и труднее пузыри воздуха сгулом ударяясь от темные бревна и проскальзывая между ними серебряными струйками стремительно уходили в лучи аппарата к поверхности воды володя провожал их тоскливым взглядом стараясь не думать всего через несколько секунд они увидят пусть пасмурты но небо и растворяться в лесном вживительном воздухе что делать его рука скользнула по кармашку компенсатора плавучести и он почувствовал под прочной тканью прямоугольник планшетки остро от догадка пронзила мозг володя изловчился и с трудом достал из ножен свой плавающий нож он был отрегулирован с помощью специального узла на нейтральную плавучесть в пресной воде в то если снять устройство привязать к рукоятке выкрашенные яркий желтый цвет табличку с короткой запиской и пустить его к поверхности воды срезав ножом шнур которым табличка фиксировалась в кармашке компенсатора плавучести и написав на ней всего три слова коленька выручай придавила володя пропихнул нож между брови несколько мгновений он наблюдал как лучи фонаря поблескивая лезвием его детище стремительно уходило к поверхности воды скучающим взглядом просматривает то на небо то на свинцовую поверхность пруда николай тем не менее сразу видел как метрах пяти от него из пруда буквально выскочил нож товарища словно поплавок он качался на мелкой рябе и не заметить его было просто невозможно остальное было делом техники быстро надев свой аппарат и погружившись в ворохи пузырей выдыхаемого володей воздуха николай быстро нашел товарища и помог ему выбраться из завала бревен в тот день прихватив по дороге домой порогу тыла хорошего вина они засиделись далеко за полночь жена узнав о случившемся пообещала завтра же продать акваланг но накрыла богатый стол тихонько присев в сторонке навязала прислушившись к хмельному разговору двух мужчин в одного из которых сегодня день стал по сути вторым днем рождения она была счастлива а нож лежал на столе всякий раз поднимая рюмки володя бросал на нее взгляд нет а он его теперь не променяет ни на какие клинки даже самые известных фирм мира автор аркадий чикин